Дорогие гости и подписчики моего канала, с вами канал Энергия Таро и сегодня мы с вами разберем еще одну карту в колоде 78 карт Трион Фидела Луна художника Патрика Валенса. Я подумала и решила, что третий Старший Аркан Императрица и четвертый Старший Аркан Император неотделимы друг от друга, потому как они как единое целое, прекрасная, красивая, достопочтенная пара. И давайте сегодня разберем еще и четвертый Старший Аркан, это Император. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, если вам интересны обзоры карт Таро. Мы будем с вами делать не только обзоры карт, но и говорить о магии, о свечной магии. Я буду делать и выкладывать расклады для вас. Итак, четвертый Старший Аркан Император. Что мы видим на карте и основная суть карты. Величественный Император обходит свои владения и восхищается Империей, которую он создал за всю свою жизнь. Карты заслуженной награды после нелегкого труда. На поводке он держит дракона, что означает, что своих внутренних драконов он давно уже научился сдерживать и умеет их приструнить. Он мудр, собран, уверен в себе. За спиной его выросли крылья, которые придали ему веры в себя и собственные силы. На ногах у него звериные когти, дающие прочно держаться на земле. На царственном скипетре – дьявол, будто трофей и знак того, что Император смог одолеть внутренних бесов и врагов, и теперь он держит все в своих могущественных руках. Основное толкование карты в прямом положении. В вашей ситуации главную роль играет мужчина. Сильный лидер, женатый, либо овдавивший человек, привыкший ко всем земным материальным благам. Либо это женщина, с остальным характером, сама зарабатывающая себе на жизнь и имеющая значительный вес в обществе. Карта указывает на авторитета семейства, сильного, уважаемого отца, на человека, который сделал себя сам. Основное толкование карты в перевернутом положении. Заносчивый, зазнавшийся человек, влияющий на ситуацию. Нелогичные действия, отсутствие дисциплины, манерность, некомпетентность в загаданном вопросе. Эгоцентризм. Если карта выпала вам на характеристику личности. Человеку важны семейные ценности, моральные качества другого человека. Он строг, но справедлив. Мудрый и решительный. В некоторых случаях зануда и зазнайка. Самоуверен, знает себе цену. Умеет отделить зерна от плевел. Если вопрос касается работы или профессии. Есть свой бизнес на самом пике процветания, либо руководящая должность. Карта также говорит о заводчиках животных, людях, работающих в госорганах, имеющих высокий ранг. Если карта выпала вам на отношения. Это официальные, правильные отношения, где присутствуют семейные ценности. Император всегда немного холоден и сух в любви и проявлении эмоций. Однако никогда не бросит свою жену и детей. Он не заводит любовниц, потому что ему это просто неинтересно. Он не видит смысла в изменах, так как сам по себе чопорный, немного скучный и старомодный мужчина. Что с одной стороны хорошо. Он никогда не обидит вас и не будет рукоприкладствовать. Если вы, конечно, будете блюсти его патриархат. Он деньги в дом. Вы уют и воспитание детей. Если карта выпала вам на будущее. Это время, когда вы спокойны и уверены за свое будущее. Вы откладывали деньги и теперь знаете, что у вас есть подушка безопасности. Либо вы достигли именно той вершины, о которой мечтали и теперь на коне. Вы можете быть спокойны за свое будущее. Либо вы выйдете замуж за достопочтенного человека, у которого есть хорошая работа и деньги. Либо вы женитесь и встанете во главе семейства. Продолжение следует...